Добрый вечер! Первый участник нашей послематчевой пресс-конференции главный тренер московского «Динамо» Станислав Саламович Черчесов. Станислав Саламович, Ваше видение игры? Ну, Мое видение, наверное, будет совпадать с Вашим. Думаю, что «Амкар» больше был заряжен с первых минут на результат, на игру. Отсюда и те моменты, которые создавались в первом тайме, отсюда и голы. Во втором тайме, понятно, мы подправили, но в конечном итоге это было поздно. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Станислав Саламович, в сегодняшнем матче очень много фолил Юсупов. Чем вы можете это объяснить? Ну, объяснить можно тем, что когда, еще раз повторяю, оппонент больше заряжен, он быстрее, он мобильнее, что ли, быстрее принимает решения, поэтому опаздывал, значит, фолы. Ну, логично. Пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов нет, поблагодарим главного тренера «Динамо». Гаджима Слебович Гаджиев, главный тренер «Амкара». Сначала несколько слов по игре. Ну, матч в целом, в особенности первый тайм, я считаю, что это была наша лучшая игра. Что еще сказать? Я думаю, что такой короткий комментарий, он, мне кажется, отвечает на многие вопросы. Если какие-то остались, я отвечу. Пожалуйста, вопросы. Да, давайте, Артем. Артем Семенович, конечно, результат, безусловно, хороший, но могло быть и лучше. Реализуй Грудников в возможные моменты. Его игра, ну, кажется, со стороны не очень убедительной, причем не только в этой игре. Но, как вы комментируете действия нашего основного, наверное, нападающего? Ну, я считаю, что он внес свой вклад в результат. Вот. И надо отмечать не только то, что он не реализовал. Это не реализовал, это, конечно, недостаток. Но то, что он оказывался в этих позициях, то, что он в целом не выпадал из командной игры, ну, это тоже что-то значит. Да, конечно, по большому счету, если бы, допустим, там не было бы уже двух мячей забитых, то тогда, конечно, может быть, более жестко оценивали бы его действия. Вот. Но в целом, еще раз скажу, что у нас были ситуации, когда там Баланович не забивал, да? С еще более вероятных позиций. Ну, мы как-то к этому терпеливо относились и говорили, что главное, что он действует в тех рамках командной игры, которые требуются, да? И играет изо всех сил. Вот Крудников тоже, он играет изо всех сил. Так, как, так, как может. Да, пожалуйста, Дмитрий. Играй через два дня на третье, успеете ли команду восстановиться? Да, это будет тяжелая игра. Это будет тяжелая игра, учитывая, что сегодня все-таки они отдали очень много и физических, и эмоциональных. Пожалуйста, ваш вопрос. Против Кокорина играли специально? А? Против Кокорина играли специально? Нет. Мы, конечно, должны были учитывать возможности Кокорина, Вальбуйны, Ионова, Джуджака и других игроков, которые в составе Динамо являются ведущими в атаке. И на стандартах должны были учитывать, как играет самбо там и другие. То есть, все это надо взвешивать. Конкретно, чтобы вот говорили, вот, значит, ты там отвечаешь за одного игрока, ты отвечаешь за другого игрока. Такого не было. В целом, как должна играть команда, как должны играть отдельные игроки в тех или иных игровых эпизодах. Но это делают все тренеры. Это не только мы делаем. Это все тренеры делают. Пожалуйста, еще вопросы. Строение в команде стало веселее? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Все-таки непростая ситуация была и остается у нас. Много очков потеряно там, где вроде бы и не должны были их терять. Ну, что радует, это то, что футболисты выполняют свои профессиональные обязанности вне зависимости от результата. Это, ну, так должно быть, да. Но далеко не всегда так бывает. То есть, мы говорим, что проиграли, значит, появляются какие-то негативные эмоции. Там могут появиться негативные эмоции, могут футболисты, ну, спустя рукава, относиться к своей подготовке. Но это... Но так не должно быть в реальной жизни. Почему? Потому что есть какие-то профессиональные обязанности. Вот я очень доволен тем, что, несмотря на такие... Ну, на разные ситуации, которые были и которые продолжают оставаться в команде, футболисты профессионально относятся к своим обязанностям. Вот. И готовы играть, ну, до конца, да. Вне зависимости от обстоятельств. Это главное. Классный вопрос был еще. Дмитрий Александрович, несмотря на то, что у «Динамо» достаточно высокая защита, очень часто сегодня игроки «Амкара» играли вверху. Какая была установка передачи? Не, ну, у нас вот такой установки не бывает, что, ребят, играйте вверхом, играйте низом, да. Вот. Команда должна играть по-разному в разных ситуациях. И, вне зависимости от того, какой рост у футболистов, да, очень важное значение, вне зависимости от того, какой рост у футболистов, да, выиграл, выиграл, там, центральный защитник единоборства вверху. А кто выиграл подбор? Вот. Если ситуация обязывается играть верхом, надо играть верхом. Я понимаю, что нам лучше играть быстро в пас, то, что проходило в первом тайме, да, но не всегда это получается, особенно, когда соперник прессингует и закрывает возможные варианты развития атаки. В этом случае потеря на своей половине поля, она чревата острым моментом у ваших ворот. В этих ситуациях не только игроки Амкара, но и многие более выдающиеся мастера играют длинную, верхом. И важно здесь, за кем останется подбор. Вот в первом тайме мы гораздо чаще подбирали мяч, чем соперник. Все. Еще будут вопросы? Спасибо. Поздравим с победой. Ждем вас в воскресенье.